Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хочу посвятить эфир очень опасной угрозе, угрозе голода. И это не пустой звук. Мы сейчас наблюдаем, что в Казлардинском регионе, в Шымкентском регионе, в ряда других регионах страны люди прямо выходят на улицы, идут к торговым центрам, идут к Акиматам и говорят, помогите нам, мы голодаем. Весь интернет забит людьми, которые действительно испытывают колоссальные трудности. Сейчас происходит сокращение отпуска, без содержания и все прочее. Это повсеместно по всей стране. И у людей нет средств существования. И они задают вопрос, как мы будем жить наиболее отчаянные, именно отчаянные, которые в положении, они выходят и сейчас говорят, мы голодаем. И от дня в день количество таких людей будет только нарастать, особенно от неумелых действий нынешнего правительства. Меня, конечно, многие могут спросить, почему я каждый день выступаю в эфире. У нас каждый день происходят те или иные события. Вообще не я должен каждый день выступать в эфире, а должен выступать президент страны, должны выступать министры. Ну, собственно, как вы посмотрите, пример Америки. Каждый день выступает Трамп, каждый день. Я прекрасно владею, что происходит в Америке. Я знаю, сколько людей сейчас попало в лечебные учреждения, сколько человек погибло. Это фактически я знаю, что происходит во всех ведущих странах. И получается, что руководители этих стран, они каждый день рассказывают о своей ситуации, и это знает весь мир. Это так построено в демократической стране. А у нас нет. Это просто говорит о том, что мы находимся в такой стране, закрытой, авторитарной, и вы, соответственно, будете биться головой об стенку и не знать, как решить свои проблемы. Но завтра мы добьемся смены режима, мы построим совершенно другую страну. Я задаю те самые стандарты, которые в мире уже известны, а именно открытость, разъяснять все решения, которые приняло правительство, или которые предполагают принять, те законы, мероприятия, которые необходимо принять. И правительство намеревается передать ту или иную платформу, программу для обсуждения в парламенте. Тогда вся страна участвует в обсуждении. И для вас все понятно и прозрачно. Вы знаете, куда идет страна, вы знаете своих лидеров. Вы будете знать на следующих выборах, или на тех выборах, которые наступят завтра. Готовы ли голосовать за этого человека? И поэтому вы видите, что я каждый день выступаю в эфире не случайно, потому что мы должны готовить нашу страну к новому политическому формату, демократической стране. Не я один должен выступать, не я должен говорить о тех проблемах, которые существуют в стране. Это должны делать все граждане страны. Мы должны оказывать влияние, давление. И эта власть только в этом случае будет работать на народ. Сейчас ко мне приходят разные письма с просьбой, чтобы я озвучил ту или иную тему, ту или иную проблему. Я, конечно, это буду делать, уважаемые друзья, но важно, чтобы именно вы становились активными, соответственно, меняли нашу власть. И те, кто сомневается в том, что мы оказываем воздействие, вы посмотрите, мы раньше, чем наше правительство, вышли с разными инициативами, я позже о них скажу, и правительство через пень-колоду в этом направлении двигается. Двигается. Мы говорим о снижении цен. Вот теперь правительство отчитало, что с 1 апреля якобы у них понижение цен в розничной сети на 10%. Спасибо, Тимур. Ты сделал первый шаг. Надо делать следующий. И те инициативы, которые мы озвучивали по поддержке населения, бизнеса и так далее, правительство пытается это делать, ну, как бы немножко в бок уходит, еще как-то криво, косо и так далее. Но это, я говорил, связано с непрофессионализмом, с неумением, с незнанием. И мы сейчас совместно, оказывая давление, принудим правительство делать то, что нужно, а не то, что их воспаленного воображениям бродит, они думают буквально бросить объедки народу и таким образом спастись. Вы видите, что эта власть напугана. Ну, например, сегодня был такой указ. Указ Токаева о том, что необходимо военнообязанным явиться на мобилизационные пункты. По сути дела, это подготовка, получается, с каким-то военным действием. Так можно восприметь, потому что мобилизация просто так не объявляется. Это в условии карантина. Представляете, тысячи людей по всей стране будут приходить на участки, запускаться военкоматы. Этим людям будет выдаваться форма. Потом помещение, казармы. Будут развозить их машины. Ради чего все это? И если кто-то там допускает разную утечку, сообщает, что для того, чтобы занять людей, что типа им сейчас нечем заниматься, а так они строем походят, гимн попоют, казарми поживут, сдружатся. Какой казарми, когда коронавирус? Вы понимаете? То есть правительство принимает какие-то непрозрачные решения, ну, собственно, сам, как президент Токаев. И люди не понимают, начинают думать, а что происходит? Война? Это у семей отбирают кормильцев, которые сейчас в условиях коронавируса спасают, думают о семье. Зачем это делать? То есть вы видите, какие абсурдные решения принимает по сути Назарбаев. А мы получаем все эти решения по факту. Нас как бы ставят перед фактом, мы не участвуем в принятии решения. И это связано с тем, что долгие годы мы молчали. Власть жила как бы сама по себе, мы сами по себе. И вот вам результат. Вот сегодня огромное количество мужчин военного, ну, скажем, возраста, военнообязанных, их будет мобилизовывать. И у вас возникнет с семьям огромное количество проблем. И поэтому наша задача реагировать. И я сейчас приведу массу примеров, когда власть реагирует сейчас в роли оппонента, выступает наше политическое движение, демократические выборы Казахстана. Мы каждый день их ловим, долбим, показываем их ошибки. Вы нас поддерживаете, но надо поддерживать сильнее, надо проявлять инициативу, надо объединяться. И вы тогда увидите результат. В конце концов, это власть, безусловно, когда мы так, такими методами и организуемся, мы, конечно, совместными усилиями действительно добьемся смены режима. Вот, собственно, для этого я выступаю каждый день и задаю вопросы. Но, тем не менее, давайте мы зададим вопрос. А где Назарбаев? Где председатель Совета Безопасности, который должен проводить экстренные заседания всех силовых структур? Почему Такаев вдруг подписал указ о мобилизации военнообязанных? Ну, мы же знаем, что Такаев это просто мебель. И мы понимаем, что там за ниточку дернул Назарбаев и вот такой указ вышел. А иначе это должно было быть, выглядеть, что председатель Совета Безопасности выходит по телевизору. Мы же знаем, как он любит говорить долго, длинно и говорит, что я тут один торчу. И где этот торчок, что-то мы его не видим. Он должен прийти, выступить по телевидению, сказать, я объявляю мобилизацию, на нас нападает Китай. Или вот соседний небольшой Кыргызстан вдруг неожиданно решил нас завоевать. Ну, мы должны знать же причину, почему военнообязанные вдруг неожиданно мобилизуются. Зачем? Не знаем. Теперь тревога по всей стране. В условиях того, когда происходит дестабилизация во многих странах мира, это вызывает действительно большую тревогу. Это вызывает панику. И почему он молчит? Ну, мы сегодня по этому поводу выпускали пост, я в частности, да, и я считаю, что если Назарбаев до завтрашнего дня не проявится, не выступит по телевидению, не так, чтобы какую-то бумажку его со старым портретом десятилетней давности вытащат, а именно вживую выйдет на своем любимом Хабарис, Хабарис скажет, о, моя нация, я отец нации, я вас всех спасу, у меня есть 200 миллиардов долларов, я сейчас все проблемы решу, мы хотим это услышать. Если он завтра не появится, будем считать, что он уже все, покинул нас, и нынешний президент Токаев решил свою власть укрепить, и как укрепить? Нагнать военнообязанных по всей стране, чтобы люди не возмущались, потому что мы же знаем, что за него не голосовали, чтобы люди не требовали досрочных выборов, он, видимо, хочет таким образом нас запугать. Поэтому, Касмужмар Джихазович, ты передай, султан Назарбаеву, что если он завтра не выйдет, мы воспринимаем, что он уже все, покинул этот мир, мы должны тогда, как народ Казахстана, принимать какие-то меры, думать, что же мы будем делать и как действовать далее, потому что мы действительно сейчас находимся на пороге гигантских проблем, у нас эти проблемы сейчас, завтра будет больше, я скажу, что мы на пороге голода, который очень скоро наступит, который наступил для многих семей сейчас, и только мы сами можем себя спасти. Итак, что я хотел бы вам, уважаемые друзья, рассказать. Я много говорил до этого ранее, что такое нефть, как она складывается, но сейчас критическая ситуация, и я должен каждый день рассказывать о ситуации, которая происходит на этом рынке, в мире, в нашей стране. Я хочу вам рассказать, как сейчас нынешнее правительство решило сверстать новый бюджет страны. Что такое новый бюджет страны? Это ваша заработная плата, это ваши пенсии, это образование ваших детей, это пособие, это червячайно важный документ. Вообще, сам я, когда начал заниматься бизнесом, я только в возрасте 30 лет, в 93-м году, начал интересоваться бюджетом страны. Это очень важный документ оказался. То есть, ты его, если знаешь, ты понимаешь, курс доллара какой будет, какую политику будет проводить правительство, какой размер пенсии. Фактически, этот документ затрагивает все сферы жизни. И поэтому, вот с 30 лет, возрастом 30 лет, мне сейчас 56 лет, я всегда очень внимательно изучаю статьи бюджета. И мне очень важно, чтобы наша страна, наш народ был очень образованный. Когда народ образованный, знает, о чем идет речь, что называется, тот, кто знает, тот вооружен. Правильно? Я хочу, чтобы наши люди были грамотные, образованные, не говорили мне только регулярно все, что они могут сказать. Эй, хазахша суре, хазахша суре. От этого, мы сейчас богаче не станем, мы должны реагировать. Хазахша, суремис, беремис суремис, блемисемис, или немис, это не проблема, язык это просто средство выражения мыслей. Поэтому, мне важно, чтобы наши люди были грамотны, в первую очередь, знали, что происходит в стране и какое ожидает нас будущее. Поэтому, я сегодня хотел бы рассказать очень важные вещи, очень важные. Итак, что происходит в мире, на рынке нефти? В мире, минимум, 20 миллионов баррелей в сутки, избыток каждый день. или грубо, где-то нужно поделить его, ну, где-то коэффициент 7,2, но где-то получается около 3 миллионов тонн в сутки избыток нефти. 3 миллиона тонн, это большой объем. Итак, и чтобы вы понимали, Россия и Саудовская Арабия суммарно вместе производят около 20 миллионов баррелей. А на рынке больше 20 миллионов излишек. То есть, если даже Россия и Саудовская Арабия прекратит производить, а это нереально, то существующие цены, они останутся такими же. Чтобы вы понимали, там идут разговоры, что Трамп переговорит с королем Саудовской Арабии или с принцем, с Путиным, как-то они сядут между собой, договорятся. Уважаемые друзья, ситуация такая. Даже договорятся о чем-то, все это бесполезно, в связи с тем, что сейчас коронавирус, многие страны быстро-быстро закрываются, сжимаются, люди не ходят на работу, спрос на нефть не формируется, и излишки каждый день они заливаются в танкеры, в хранилище. Каждый день 3 миллиона тонн, минимум, в реальности больше, прячутся подземные бункеры, нефтехранилища. Китай сейчас закупает огромные объемы, государственные нефтехранилища, частные нефтехранилища. Эту нефть, излишки, по сути дела, временно складывают в эти хранилища, и через короткое время этой нефти вообще будет некуда девать. и это привело к тому, что Россия и Казахстан не могут продать свою нефть. Сейчас Белоруссия покупала, вот она покупает 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. Чтобы вы понимали, сейчас наша нефть, марки Юрлс, так называемая, торгуется, как бы торговалась недавно, на прошлой неделе, пятницу, по 13 долларов за баррель. Сейчас ноль. То есть наши нефтедобывающие предприятия несут убыток, они продают всю нефть фактически ниже себестоимости, в убыток. Но вы же не можете в убыток всегда долго работать, ну какое-то время можете поработать. Поэтому сейчас ситуация такова, что наша нефтяная отрасль падает на дно. Больше 90 миллионов тонн в год мы производили. И для того, чтобы каждый день нести гигантские убытки, нефтедобывающие предприятия должны сжать объем производства, если это будет продолжаться низкий цен на нефть. То есть вы сейчас должны понимать, наша нефть приносит убытки, наша нефтедобывающая отрасль работает в убыток. А что это значит? Это значит те налоги, которые поступают в бюджет страны, и на них финансируются ваши заработные платы, больницы, медицина, дороги. Там денег не будет. Государство говорит, что будет помогать, денег не будет. Мы все должны понимать, что Назарбаев фактически работал на одной наркотической игле. Это нефтедобывающая отрасль и вот сырьевые, которые исторически нам достались от Советского Союза. что теперь произойдет? Это значит, если наша цена нефти, ну в лучшем случае, где-то, ну скажем так, около 13 долларов за баррель, а представьте себе, вот просто мы возьмем, что наша нефть 13-15 долларов за баррель продается, максимум, в реальности в ноль. 4 доллара за баррель купил Лукашенко. Значит, мы должны бюджет страны формировать из тех цен, которые объективно сложились. Мы должны прогнозировать, что на этот год цена на нефть упадет еще ниже. И вот теперь я хочу показать, что на самом деле происходит, что вы понимали, почему у вас трудности, почему вы не можете получить свои 42 тысячи тенге, почему вы потеряли работу, почему завтра будет голод. Вы должны понять, что нами управляют неадекватные люди. Когда вы это поймете, вы поймете, что нас несет на рифы, на скалу. Итак, я недавно, где-то пару недель назад, знаете, просто хохотал, смеялся над, есть такая страна Нигерия, там живет 200 миллионов в Африке. Ну, в целом, такая динамичная считается страна, более-менее развитая в Африке. И вот я смеялся, почему? Когда цена на нефть была уже где-то порядка 25 долларов за баррель, они торжественно объявили, что мы должны пересмотреть бюджет страны и теперь сделать реалистичный бюджет, исходя из тех объемов нефти, которые они производят, а это нефтедобывающая страна, они чуть больше, чем производят, и цены на нефть раз упали, надо бюджет пересмотреть. Вот, собственно, нигерийцы так решили, правительство. Почему я смеялся? Потому что торжественно министр здесь финансов объявил, что у них бюджет страны считался по цене 57 долларов, и теперь они приняли решение его пересмотреть и сделать правильные расчеты. И что вы думаете? Они все расчеты сделали при цене 30 долларов за баррель. На рынке уже было 25, эта страна нефтедобывающая прекрасно знала, что цена уйдет вниз, и они торжественно своему народу объявили, что они считают, что цена будет 30 долларов, и бюджет страны пересчитали, когда цена была уже 25, а сейчас еще ниже. Но мы же так говорим, о, что такое Африка? Они бедные, несчастные, они такие-сякие, мы с детства знаем, что это вообще нищая страна. Ну давайте теперь посмотрим, что же делает наше правительство. Я сегодня уже даже не тоже хохотал, я даже не знал, как реагировать. Реакция непонятная была. Так вот, наше правительство село и заявило, что 1 апреля цена где-то нефти у нас порядка 20 долларов за баррель, хотя они знают, что даже за 13 долларов они не продадут, не то, что за 20, за 13 не продадут. Ведь 13 сейчас взят еще транспортные расходы нужно добыть, по трубе прогнать, довести до порта. Это же расходы, правильно? И вот наше правительство село вчера и заявляет, теперь мы посчитаем наш бюджет страны при цене 20 долларов за баррель, а был 55. Ну хорошо, как можно строить бюджет страны, когда цена нефти 13-15, реально вообще будет ноль, это все эксперты говорят, что за то, что вообще мы производим нефть и куда-то кому-то отдаем, мы же не можем остановить, у нас поток идет, газ, нефть под давлением, это машину трудно остановить, куда-то нефть нужно сливать, хранилищ не хватает, тогда эту нефть фактически мы будем отдавать, на забери мы тебе за это еще доплатим, это уже реальность в мире происходит, к сожалению, это факт, и вот наша правительство начинает говорить, мы будем теперь реальный бюджет делать при цене 20 долларов, сегодня все средства массовой информации объявили, что цена нефти будет 20 долларов, мы бюджет пересчитали, они в роли тех самых нигерийцев, которые две недели назад посчитали свой бюджет, уже когда они его посчитали, он уже был неправильный, чем лучше правительство африканской нигерии, от нашего такой же, теперь дальше смотрите, я бы сказал дальше еще хуже, они говорят, цена тенге за доллар будет 440, ребята, министры, космозомар, вы там, я понимаю, обменник закрыли, вы даже не знаете, сколько теперь стоит тенге за доллар, ну вы хотя бы председатель Национального банка, Ерболу, Досаеву, позвоните, у вас курс уже 448, а вы сидите и проектируете 440, вы представляете, что, что за правительство, теперь они говорят, что да, теперь нефть будет плохо, мы 16 миллиардов долларов не доберем в экспорте и все прочее, и говорят, теперь мы должны попросить у Назарбаева 2 триллиона тенге, у нас будет дефицит, дырка будет в бюджете страны, и мы должны из Национального фонда получить сумму чуть более 2 триллиона тенге, но по текущему курсу это будет приблизительно ну порядка чуть больше 4 миллиардов, ну будем условно 4,5 миллиарда долларов, но курса 440 уже нету, цены на нефть 20 долларов уже нет, более того, она сейчас вообще до нуля упадет, но и потом, если цена на нефть падает, валюта еще обваливается, буквально через пару недель, 2-3 недели вы увидите, она вообще уйдет далеко за 500, как можно считать бюджет страны по 440, если уже на улице стоит 448, то есть вы понимаете, насколько неадекватные люди, теперь смотрите, это очень простые вещи, которые я говорю, здесь не нужно быть суперэкономистом, нужно просто читать документы, смотреть на табличку, по чем продается доллар, и все, и мировую экономику, чуть-чуть читать, я не понимаю, какое они образование получили, если они вот такие простые вещи не видят, да, вот я вчера в своем эфире выступаю, и до этого позавчера сказал, дырка в бюджете будет минимум 10 миллиардов долларов, это только от недопоступления налогов, минимум 10 миллиардов долларов, и объяснил, почему, ну, а эти молодые министры говорят, да, дырка будет, признают, спасибо, видите, я выступаю, раскладываю бюджет страны, обратите внимание, правительство пытается оппонировать, и каждый раз садятся в лужу, каждый раз, теперь они признают, что дырка не 10 миллиардов, а 4,5 миллиардов долларов, видите, они чуть-чуть беременны, чуть-чуть признались, а дырка, я говорю, минимум 10 миллиардов долларов, сегодня они признали 4,5 миллиарда, теперь они говорят, а мы возьмем эти деньги, где? В национальном фонде, Хасмужемар, надо сделать следующий шаг, и признаться, я уже по национальным фонду выступал, и показал, денег, во-первых, нет, во-вторых, никто тебе их не даст, те бумажки, которые там лежат, тебе нужно пойти к Назарбаеву и сказать, дайте, пожалуйста, это его личная собственность, он тебе не даст ничего, то есть вам, как тем самым нигерийцам, придется через 3 недели выйти и сказать, оп, мы ошиблись, что-то доллар не 440, а 600, нефть уже не 20, а 0, а дырка у нас уже не 4,5 миллиарда долларов, а 10 миллиардов долларов, просто мой эфир послушайте, и вы поймете, учитесь, ребята. Дальше, я в своих выступлениях тоже позавчера сказал, кроме того, что нет денег в национальном фонде, что вот эта политика, которая проводит это правительство, приведет к краху банковской системы, системы, и вы завтра потеряете свои вклады в этих банках. К сожалению, все это идет быстрыми темпами, все это происходит, потому что я сегодня слушал российские каналы, и там бизнесмены, эксперты выступали, и что они сказали? Они сказали, вчера они сказали, что микрокредитные организации не вернут кредитов более 50%, сегодня я уже слушал уже по бизнесу, по кредиту, который они брали в банках. Эксперты говорят, что 56-60% клиентов, обслуживающих российских банков, они не получат, не погасят кредиты, то есть российские банки будут испытывать гигантские трудности, то есть, по сути дела, крах. Но там сейчас правительство России предпринимает какие-то меры, банки финансируются, поддержки и так далее. То есть, вы видите, у нас же похожая экономика, российские эксперты сказали, клиенты банков, корпоративный сектор, юридические лица свыше 50% не вернут кредиты, микрокредитные организации более 50% не вернут. Два дня назад я как раз сказал, половина кредитов будет не погашена. Из 20 триллионов тенге, которые банки выдали населению юридическим лицам, 10 триллионов нету. 10 триллионов по текущему курсу это минимум 20 миллиардов долларов. И видите, они же первую часть признали, сказали, что да, теперь у нас дефицит, мы пойдем в национальный фонд. В национальном фонде нет денег. И вот смотрите, если сейчас правительство не примет вовремя меры, упадет банковский сектор, ваши вклады, которые вы положили в банках, в любом банке абсолютно, вы их не получите. Еще я вам скажу следующая вещь. Все авторитарные страны похожи друг на друга, они друг друга перенимают, но и вообще механизм функционирования этой системы так построен, что они делают одинаковые импульсивные движения. Что это значит? Вот в Туркмении, аркадак так называемый, вот у вас лежит валютная выручка, ваша валюта в банке. Что, какое решение принял этот Туркмин Баши или аркадак, он объявил, что ваша валюта, которая там есть, на него выдается эквивалент национальной валюты по официальному рынку. А что значит по официальному рынку? У них черный рынок в пять раз дороже, чем официальный. То есть, фактически, вы положили тысячу и вам вернут 200 баксов. В пять раз вас страна ограбит. Ну, Путин принял близкое решение, что все, кто держит сумму на депозите свыше миллиона тенге, там процентный доход облагается по ставке 13%. Такого никогда не было. То есть, Банк России и вообще правительство России было заинтересовано, чтобы люди клали деньги на депозиты, эти деньги потом работали в экономике. И, таким образом, это привело к тому, что начался отток денег в банковской системе, россияне начали забирать деньги. Вы видите, как у них все одинаково. А теперь посмотрите, что произошло с нашими обменниками. Выходит указ Токаева без всякого объяснения, что 30 марта до 15 апреля обменники не будут работать. Что такое обменники? Это те же самые, по сути дела, финансовые институты, как банки, любые другие организации, которые обслуживают эти денежные потоки. Обменники закрыли. Курс Национального банка, он просто регулируется, механически вы знаете. То есть, мы будем как в Туркмении жить в таком зазеркале, считать, что курс такой-то, а реальность будет такова, что как в Туркмении в пять раз выше. Реальный рыночный курс. И вы завтра не удивляетесь, что ваши валютные вклады правительство объявит, что вы получите по курсу Национального банка, и вы потеряете все свои деньги. Не удивляйтесь этому, потому что вы видите очень много каких-то решений применяет и Такаев, и как бы Назарбаев, которые вообще мы смысл не очень понимаем. И поэтому, уважаемые друзья, я хочу сказать, ваши деньги под серьезной угрозой. Под серьезной угрозой именно потому, что это закрыло обменники, потому что мы не понимаем объективный рыночный курс. Прогнозы, которые я сделал, российские эксперты подтвердили, половина кредитов не будет возвращено банкам, банки не смогут вернуть вам вклады, соответственно, падают пенсионные фонды, потому что банки брали у пенсионных фондов деньги, они тоже падают, и ваше накопление пропадает. Как эту проблему решить? Она очевидная, мы уже озвучивали, я в конце эфира это еще скажу. Как эту проблему решить? Я вынужден эти шаги описывать. Это правительство все равно что-то делает, хотя бы часть вопросов снимает. Если я это не буду делать, я считаю, что будет ситуация еще хуже. Мы как бы опланируем и принуждаем это правительство действовать. Теперь, смотрите, что уважаемые друзья, я сейчас постепенно подойду, почему у нас есть прямая угроза голода. Ну вот, было наше предложение всем выдать 50 тысяч тенге, включая младенца. Это каждая семья получила бы в зависимости от членов семьи 200-400 тенге. И как бы какие-то проблемы порешала бы. Теперь Такаев принимает решение 42 тысяч тенге. Сначала получит полтора миллиона человек, которые зарегистрировались, ну, чтобы они могли были участниками фонда социального страхования. Потом, после нашего давления, возмущения, он говорит, что да, теперь все оставшиеся. Потом, оказывается, нужно внести 2000 тенге. Потом выясняется, что вот система Ягов, через него если зарегистрируешь, заполнишь анкету, ты получишь эти деньги. Потом выясняется, что Ягов не работает. Теперь айтишники, правительство разрабатывает всякие телеграм-боты и все прочее. Не работает. Люди хлынули к банкам с соответствующим цоном и так далее, пытаясь получить разъяснение. Это в условиях карантина. Вы видите, да, какие решения принимает непрофессиональные такая правительство Назарбаев, и по сути дела вы не можете получить деньги. А раз вы не можете получить деньги, то вы не можете купить продовольствие. Это голод. Неквалифицированные действия приводят к голоду. Пока еще продовольствия в целом стране достаточно. Но вы же не будете штурмовать магазины, грабить и так далее. И вот собственно все эти действия показывают, что мы на пороге очень опасной угрозы. Я сейчас объясню, что происходит в мире, чтобы вы понимали, что это реальность. Вообще у нас ситуация такая, что где-то далеко было землетрясение. Ну километров там, я не знаю, за тысяч. И вот землетрясение поднимает волну высотой там 150 метров. Вы его не видите, потому что находится на большом расстоянии. Вы там плаваетесь, плаваете, купаетесь. И потом в какой-то момент вы на горизонте видите гигантскую волну. И даже если вы попытаетесь убежать, вас смывает. Таких примеров много. И вот мы сейчас в современном мире, когда у нас есть коммуникации, вертолеты, самолеты, интернет, мы анализируем все страны мира, наши граждане находятся в неведении. Наши граждане не знают, что происходит. И поэтому я взял на себя роль, когда вас информировать, рассказывать. завтра эта роль будет делать каждый человек, когда мы построим демократическое государство. Таким образом мы все будем влиять на решение, которое будет принимать правительство. И вот вы видите помощь эти 42 тысячи тенге никак не доходит. Сделай правительство простые вещи. Просто раздай 50 тысяч тенге каждому. Все в базе данных есть. Банки получают эти деньги, не списывают за старый кредит. Это целевые деньги. это простое решение. И оно не сделано. Теперь дальше. Смотрите, что делает Токаев. Токаев на самом деле двигается частично по тем инициативам, которые заявил ДВК. В частности, мы сказали каждому человеку выдать 50 тысяч тенге, каждому медицинскому работнику выдать по 50 тысяч тенге. И что сегодня заявил фонд так называемый Брюкемис, фонд Назарбаевский, что 150 тысяч человек, остро нуждающихся, получит по 50 тысяч тенге. Слышите, да? Мы предложили всей стране они 150 тысяч человек. Этот же фонд заявляет, что 100 миллионов тенге они выделяют медицинским работникам, чтобы по 50 тысяч тенге им тоже раздать. Спрашивается, а почему не сделать это в масштабах всей страны? Почему они делают вид, видимость? На самом деле ситуация такова, что нужно дать всем. Видите? Могут же, можно же сделать. И не нужно создавать видимость, работы, тысячи людей, каких-то волонтеров набирать, продуктовые наборы, ходить, пытаться 800 тысяч человек раздать, мгновенно, это нереально. Раздал деньги и все. Но видно, что шаг за шагом мы принудим Пакаева, Назарбаева и все это правительство делать так. Теперь я хочу сказать следующее. Вот смотрите, мы возмущались по нефтепродуктам. Что вы понимали, это действует, это влияет, это будет влиять. Мы заявили, что цены на нефть уже упали в 5 раз, даже больше. 5 раз поотносительно 1 января цена на нефтепродукты, бензин мертвую держали. И вот сегодня мы услышали, что с 1 апреля цена на нефтепродукты упала на 10%. Спасибо, Тимур, на 10%. А вот тем, кто в аграрном секторе, им будет скидка в 15%, а за это Тимур Кулебаев получит 100 миллиардов тенге. Это так звучит. Но самое главное, они двинулись. Но я хочу вам сказать, сейчас одна из самых опасных угроз это Тимур Кулебаев вместе с Назарбаем, безусловно. Почему? Потому что этот человек контролирует практически половину банков сектора страны, лично. У него расставлены Акимы, нынешний президент Тухаев и куча министров, это люди прямо Тимура Кулебаева. Вы видите, да, раз и 100 миллиардов тенге он одним ударом получает свой карман. Потому что он на 15% как бы скидку сделал, а из ваших же денег, из налогов ему компенсируют, а дают эти 100 миллиардов тенге. Но есть у нас такой человек, еще кто вот так раз и 100 миллиардов одним ударом от правительства получил. Но, тем не менее, он же оправдывается. Но этого недостаточно. Уважаемые друзья, я сейчас объясню важную вещь, чтобы вы понимали, как влияет цены на нефтепродукты на вашу жизнь. Дело в том, что вы каждый день передвигаетесь. Еда, одежда, машины возят, отвозят в торговые центры, люди возят на базары. Вы же понимаете, каждый человек платит деньги и эти затраты он сверху накладывает на стоимость продукции. То есть, нефтепродукты сидят во всем. В электроэнергии, в вашем телефоне, фруктах, овощах, во всем. То есть, чем ниже цена на нефтепродукты, тем ниже товарная стоимость любого товара. Кто контролирует нефтепродукты в нашей стране? Тимур Кулебаев. Я вчера уже говорил, что сейчас в мире существуют серьезные угрозы голода. Не только в Казахстане, в мире. Потому что в Италии люди не могут выйти на работу, у них сейчас сезон. Во Франции тоже не могут выйти на работу, боятся коронавируса, сезон. И по многим товарам аграрной продукции будет дефицит. То есть, цены, значит, поднимутся. И у нас как раз возникает уникальная возможность выйти на рынок со своей аграрной продукцией, заработать. потому что, когда валюта, вы продаете свой товар за рубеж, к вам приходит валюта в страну. И на эту валюту страна может купить лекарства, телефоны, одежду. Мы же знаем, что мы одежду из Китая, из Турции возим. Вообще, мы все, все, что в нашей текущей обыденной жизни есть, мы все покупаем реально, хоть вы за тенге, но реально покупаете за доллары. Раз мы его не производим, раз мы его импортируем. Вот представьте себе, что доллара вообще не будет. Тогда у вас не будет зубной пасты, у вас не будет лекарственных препаратов, у вас не будет чая, у вас не будет фруктов, ничего не будет. Понимаете, даже мяса не будет, которое мы импортируем. Вот что такое валюта. Если нефтяная отрасль начинает работать в себе в убыток, значит наша страна не получает валюту. Если наша страна не может продать зерно на международной рынке, значит наша страна не может получить валюту, мы опять остаемся голыми в буквальном смысле. Мы не можем купить одежду, мы будем болеть, мы не купим лекарства, мы не сможем летать, потому что самолеты импортные, мы не сможем оплачивать услуги за интернет, потому что мы за этот трафик платим международным операторам. У нас вообще ничего не будет. Вы представляете, что такое валюта? Вы что думаете, вы тенге платите, все нормально? Так вы приходите в торговые центры еще куда-то, а они, эти торговые компании, импортируют этот товар из-за рубежа за доллары. Если в стране не будет долларов, значит вы всех этих услуг лишаетесь. Понимаете, да? И вот ситуация такова, что у нашей страны сейчас хорошая возможность продавать хотя бы зерно и другие позиции аграрного сектора на экспорт и получить валюту. И что происходит? Вот Тимур Кулебаев, зять Нусултана Назарбаева, контролирует рынок нефтепродуктов, цены на нефть упали в пять раз и он говорит, нет, цена будет та же самая, но с 1 апреля на 10% дешевле. На 10% дешевле. А в мире нефтепродукты падают. И вот смотрите, значит у вас будет у аграрников дорогое зерно, значит вы будете не конкурентны с другими производителями зерна на мировых рынках, рынках, муки. Вы это зерно не сможете продать, она будет лежать в наших элеваторах, гнить миллионами тонн, вы еще будете электроэнергию оплачивать, чтобы у этих элеваторов хранить, будете переворачивать, сушить, все прочее делать, а ваше зерно будет не конкурентным. Почему? Потому что в составе затрат при производстве зерна большую долю занимает нефтепродукты, а Кулебаев вместе с Назарбаев не опускает до рыночных цен цены на нефтепродукты, а в мире везде упали, в Америке цена на нефтепродукты в полтора раза дешевле, чем у нас в Казахстане, что бы они ни говорили, ни врали. И вот смотрите, что происходит, если наше зерно не конкурентное, если вообще наши продукции будут не конкурентны, значит мы не продадим на международные рынки, мы не получим валюту, нам конец, просто конец. Я считаю, что вот неадекватные действия нынешнего правительства, они просто, даже при том, что у нас пока еще есть деньги, создали состояние, когда многие люди уже находятся ну как бы в голодном периоде и говорят, что у нас денег нет, а осенью, осенью у нас реально наступит ситуация, когда мы даже произведя этот продукт, просто его не продадим. Не продадим, это не будет стоить вообще ничего. И кто этому виной? Назарбаев вместе с Кулебаевым, которые сидят на рынке нефтепродуктов, фактически загоняют в состояние голода. Ну и смотрите, какое они решение принимают. Вы вот, я сегодня специально посмотрел, уважаемые друзья, вы должны быть грамотными и реагировать на это. Они говорят, мы запрещаем ввозить нефтепродукты из России. При этом говорят, что таблицу, если посмотреть, которую они опубликовали, что цены оказываются в России на нефтепродукты выше, чем в Казахстане. А у нас ниже. И поэтому они запрещают привозить из России нефтепродукты. Заявляют, что нам нужно защищать нашу нефтеперерабатывающую отрасль, нашу нефтедобывающую. Куча всяких красивых слов. Но при этом запрещают российские нефтепродукты, чтобы попали в Казахстан. Но при этом они говорят, ну там же дороже. Ну извините, если дороже, они значит к нам не поступят. То есть, вы понимаете, они врут сразу. Что будет, когда будет рынок открытый? Тогда российские дешевые нефтепродукты хлынут и все равно заставят продавать нефтепродукты по низкой цене. Значит, это будет хорошо аграрному сектору, это будет хорошо вам. Вы будете иметь дешевые нефтепродукты и ваша жизнь облегчится, когда вы каждый день считаете, куда потратить деньги. И вот этот открытый рынок приведет к тому, что цены упадут сами по себе, по рынку. Понимаете? И чтобы этого не было, они закрывают рынок, выпускают постановление правительства. Кто такой Кулебаев? Ну, кажется, он просто вот никто. Он не работает в правительстве, у него нет никакой официальной должности. Тут раз 100 миллиардов тенге ему правительство перечисляет, тут ему раз запрещает рынок, чтобы кто-то другой заходил, чтобы один банковал на этом рынке. Вы понимаете, да? Как это влияет на вашу жизнь? Ну и они от нас защищаются, оправдываются. Но как можно оправдаться? На белый говорит черное. Они говорят, вот смотрите, в России, например, 0,58, а у нас 0,39. Ну ладно, значит, в России дороже, а что вы от них закрываетесь? То есть лгут? Просто лгут эту таблицу лживую нам суют, прекрасно понимают, что как только рынок откроется, российские нефтеперерабатывающие заводы нас завалят дешевыми нефтепродуктами и цены обвалятся. И поэтому они закрываются и держат рынок. Для кого? Для Назарбаева и Кулебаева. Эти люди, которые и так миллиарды имеют в кармане, я сегодня выставлю, покажу, недавно они опять еще дом купили за 120 миллионов долларов в Швейцарии. Эти люди как бы жертвуют вместе обеднившие 41 миллион долларов и при этом захватывают весь рынок нефтепродуктов, никого не пускают, убивают аграрную отрасль нашей страны, обрекают на голод всю нашу страну. Чтобы вы понимали, что происходит на самом деле. Вы сегодня, наверное, видели, как тех людей, как мы их называем, бомжами, наша власть вывезла из Алматы, софтозавра Сайхат, других мест собрали, выбросили их фактически в Алматинской области без средств существования, без ничего, просто выбросили и все. Это видео сейчас по всему интернету видите, бродит. Так было, когда строили выставку и была экспо. Тоже взяли всех бомжей в Астане, собрали, выбросили по там в нескольких ста километрах от Астаны. Вы представляете, кто нами руководит? Это бесчувственные люди, это даже я не могу сказать звери, потому что звери так не поступает. Поэтому мы все должны понимать, кто нами рулит. Уважаемые друзья, мы политическая организация Демократический Выбор Казахстана проводим эту работу для чего? Для того, чтобы вы быстрее осознали, что нами руководит преступное сообщество во главе с султаном Назарбаевым. И что уже, если завтра вы могли стоять в сторонке, сегодня у вас уже не получится, ни у кого. Даже у тех бизнесменов, которые считали, что они где-то с краешку будут зарабатывать деньги, все, все это кончилось. Поэтому я показываю ошибки этого правительства, показываю, что нужно делать и для чего. Для того, чтобы, когда вы созреете, когда голод придет к вашу квартиру, к вашим близким, когда вы заболеете, не получите медицинскую помощь, когда те же самые медики, которые 10% максимум объявили, что получат повышенную зарплату, но они тоже не получили, сегодня уже заявляют, и когда оставшиеся 90% поймут, что это несправедливое государство, что это мафиози, Нурсултан Назарбаев, ворюга, вместе со своими близкими родственниками обрекает на уничтожение целую нацию, вы тогда скажете, нет, все, я должен защищать, у меня нет выхода, вы знаете, есть политическая организация, это мы, демократический выбор Казахстана, который знает, куда повезти страну, поэтому я еще раз хочу повторить те требования, которые касаются каждого из вас, и мы эти требования должны тоже выдвинуть, вы знаете, что эти чиновники сейчас изображают, что борются с коронавирусом, они приходят, там, пшикают, фотографируются и уходят, вы видите, что эти деньги просто, эта власть закапывает, вы видите, что они имитируют, говорят, что вам дали 42 тысячи тенге, но это должны получить миллионы, вся страна, они какой-то части отдают, видите, сегодня они заявили, 150 тысяч человек, получат помощь в размере 50 тысяч тенге, видите, они говорят, медицинские работники, мы тоже их простимулируем, хотя, очевидно же, что все медики страны должны получить поддержку, этого не делается, поэтому, уважаемые друзья, что мы должны требовать, минимум в два раза цен на нефтепродукты должны быть снижены, минимум, это мы должны требовать, потому что завтра, совсем близко, осенью, наша страна будет находиться в состоянии тотального голода, не просто десятки или сотни тысяч, тотально, это мы все должны понимать, это реальная угроза, все, что я озвучил, и вы можете увидеть буквально с разрывом месяц, может быть, два, а многие прогнозы просто реализовываются через неделю, мы на пороге голода, и этот голод своими руками конструирует Тимур Кулебаев вместе с Назарбаем, который думает, что если что, они убегут в Швейцарию, вот собственно, почему они не останавливаются, вот почему вы видите, цены на нефтепродукты не падают, хотя во всем мире они упали минимум в три раза, минимум, и я сейчас еще раз хочу озвучить, бизнес в опасности, бизнес это ваши рабочие места, это не мой бизнес, банки в опасности, это не мой бизнес, завтра вам, у вас не будет возможности заплатить даже карточкой, банки в опасности, потому что во главе страны находятся очень опасные люди, и мы должны сформулировать следующие требования, Косможимар, прекрати ерундой заниматься, всякие там цены, свои программы, боты и так далее, каждый человек должен получить по 50 тысяч тенге, это как разовая акция, немедленно, и мы должны это потребовать, эта власть должна прекратить разворовывать, имитировать, фотографироваться, заливать никому ненужным вот то, что они там якобы защищаются от коронавируса, мы же понимаем, что это видимость, это все ерунда, мы должны останавливать их, фотографировать, снимать, мы должны требовать, мы должны делать челленджи с требованием опустить цен на нефтепродукты минимум два раза, мы должны сейчас выходить с челленджами в условии карантина, требовать, чтобы эта власть каждому отдала 50 тысяч тенге, мы должны сказать, чтобы бизнесу минимум на 10% годовых снизили процентную ставку автоматически, по всем договорам, и эту разницу просто бюджет страны должен заплатить банкам, банкам автоматически должны списать эти проценты в течение трех месяцев, где мы ожидаем последствия коронавируса, мы должны потребовать, что 7 миллионов 700 тысяч человек им правительство списало проценты сроком на три месяца, просто не глядя, эти договора есть в банках, бросили деньги, они списали, это тоже известно, все эти простые вещи, если правительство сейчас немедленно не сделает, то дальше цена вопроса будет больше и больше, и мы должны просто спасти себя, спасти свою страну, мы должны действовать, я призываю вас сейчас выходить на разные интернет-челленджи и требовать, хватит дербанить страну, хватит воровать, мы должны указывать, показывать пальцами и вы видите, этот режим боится, не случайно этот вышел указ о том, что военнообязанные должны прийти на пункты военкомате, вы же видите, им страшно, если они будут говорить вам, что это якобы для занятых людей, вы не верьте, потому что этих людей нужно там встретить, одеть, дать им одежду, отвезти, кормить, это еще больше денег уйдет, во много раз больше, чем этим людям раздать по 50 тысяч тенге, во много раз больше, это говорит о том, что режим в страхе, это говорит о том, что этот режим таким образом думает удержать власть, это говорит о том, что мы сильные, это говорит о том, что масштаб бедствия сейчас огромный, это правительство знает, они единственное знают, что сейчас идет мощнейшая волна, и они не видят, как ее спастись, и думают, спастись штыками, не получится, потому что в армии это те же самые люди, которые болеют коронавирусом, у которых семья будет находиться без поддержки со стороны этого тупого правительства, и если мы не возьмем все в свои руки, мы завтра получим хаос, и чтобы не было хаоса, я выступаю сегодня в прямом эфире, я объясняю, рассказываю, что нас ждет, если кто-то хочет слышать только хорошие новости, пусть они идут на хабар, я говорю правду, рассказываю то, что происходит в мире, для того, чтобы мы были готовы, готовы встретить лицом к лицу эту опасность, чтобы мы управились с любыми проблемами, а мы можем, в нашей стране для этого есть все, самое главное, есть умные таланты люди, в нашей стране есть ресурсы, мы можем все, только после того, как мы уберем эту верхушку, мы изменим страну. Аллах, Казахстан.